Привет друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Японцы очень странные люди. Иногда складывается впечатление, что они прилетели к нам вообще с другой планеты. Достаточно упомянуть о том, что жители страны восходящего солнца оставляют у себя в туалетах красивые белые пирамидки из соли. Самое время разобраться в том, зачем они все это делают и есть ли в этом хоть какой-то практический смысл, который был бы полезен для всех остальных. Традиции – вещь сильная, а иногда еще и страшная. Как много вещей мы делаем, потому что так завещали предки? Или потому что они просто прочно закрепились в общественном сознании? Признайтесь, каждый хотя бы раз старался обходить черных котов, бабушек с пустыми ведрами, смотреться в зеркало, когда возвращался домой, что-то забыв перед важным выходом. В свое время все подобные вещи хорошо объяснил французский философ, этнолог и антрополог Люсьен Левибрюль, разработав теорию дилогического первобытного мышления, а также его осколков в сознании современных людей. Причем тут японцы с горками соли? Уже можно было легко догадаться. Все это одна из красивых традиций, дошедших до наших дней из старины и имеющая под собой исключительно сакральный смысл. Справедливости ради стоит сразу отметить, что японцы в своих домах делают аккуратные соляные горки, как правило, в мисочках, не только в туалете, но и во многих других комнатах, в том числе и в прихожей. В старину такие талисманы также оставлялись на входе в дом. Какой в них смысл? Да все очень просто. Считается, что соль отпугивает злых духов, а также помогает удерживать хороших. Духи и душа в японских религиозных практиках вообще занимают очень большое место. Соль же, в свою очередь, наделяется огромным сакральным смыслом. В старые времена этот невероятно дорогой продукт, в том числе, использовался японцами для проведения различных ритуалов очищения – маришио. Подобные суеверия удерживаются в обществе по сей день. Достаточно сказать, что есть немало японских бизнесменов, которые делают соляные обереги на своем рабочем месте, так как считается, что соль помогает удерживать хороших клиентов. В домах соль оставляется в самых разных местах, но в первую очередь в прихожей, так как считается, что подобный талисман поможет очистить помыслы приходящих в жилища хозяина гостей. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.